Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории. Белиси! Приходите на лекции на следующей неделе в аудиторию в среду, 10 июля. Я там расскажу, как жилось людям в Российской империи во время Первой мировой. Кто начал топить за войну до победного, кто протестовал, что думали об этом простые люди в деревнях и городах, как вывозили и не вывозили, и о чем спорили политические мигранты. А еще на следующий день, 11 числа, мы с Машей Братищевой, с ведущей подкаста «Невидимый город», будем вам рассказывать, как феминистки в XIX веке боролись за свои права. Это будет уже в баре Пейперс. Вся информация, в общем, в описании. Смотрите ссылку. А еще напоминаю вам, что лучший способ поддержать меня или студию это подписаться на регулярные пожертвования. Уже на этой неделе выйдет второй выпуск нашего с братом исторического разговорного подкаста Братислава. Он доступен на Бусти и Патреоне. А в закрытом Телеграм-канале и на Apple подкастах есть подкаст-студия про то, как мы делаем подкасты. А еще и там, и там есть послекасты к каждому выпуску заката и много другого сладкого. Подписывайтесь, в общем. И еще этот новый сезон мы делаем при поддержке платформы по выполнению заказов такси Яндекс.Про. В середине эпизода вы услышите нашу совместную рубрику про истории, связанные с такси и рынком извоза. Знакомьтесь. Семья Субботинах. Прогрессивная, либеральная, успешная и образованная. Папа Михаил Глебович, инженер в горном департаменте. Мама Надежда Владимировна, дочь московского архитектора. Шестеро детей. Старшая и младшая дочери, Нина и Ольга. И четверо сыновей. Алексей, Игорь, Сергей и Олег. В гости к Субботинам заходят профессора Московского университета, художники-передвижники, артисты Большого и Малого театров. Это все друзья отца и деда и матери. Сестра матери, Ольга Владимировна, закончила медицинский факультет Бернского университета и стала одной из первых докторок в России. Тут обсуждают политику, книжки добролюбого, искусство. Разговоры ведутся самые либеральные. К слугам относятся здесь с уважением. Многие слуг были бывшими крепостными семьи Субботиных. Ну, в общем, семья большая, шумная, дружная, интеллигентная и богатая. Лето проводят в своем имении Собольки в Подмосковье, зиму в Москве. Старшая дочка Нина любознательная, умненькая была всеобщей любимицей. В восемь лет она говорила на двух языках, неплохо рисовала и готовилась поступать в гимназию. Но в 1885 году, когда ей было восемь лет, она тяжело заболела скарлатиной. Антибиотиков тогда не было, болезнь была смертельно опасной. Субботины подняли всех знакомых. Тетя-докторка обратилась к своему профессору, одному из первых педиатров, кстати говоря, Нилу Филатову. И вот с помощью профессора Филатова Нину смогли все-таки выходить. Нина выжила, но на всю жизнь получила инвалидность. Она полностью оглохла. Она пережила шесть ортопедических операций и два года реабилитации в Одессе и в Евпатории. В возрасте 12 лет, то есть через 4 года после того, как она заболела, Нина впервые встала на ноги после болезни. И до конца жизни ходила только на костылях. Но Нина не просто выжила. Она, когда выросла, стала одной из первых женщин-астрономов в России. Издавала книги, организовывала экспедиции, сама в них участвовала. И это в мире, в котором даже совершенно здоровые женщины с трудом пробивали себе путь. Конечно, Нина выжила благодаря тому, что у Субботиных были деньги и знакомства. Врач Нил Филатов, вот этот профессор, говорил, что случай Нины вообще один на 10 тысяч. Но с Субботиной не просто выходили Нину. Мама занималась с ней. Учила ее вышивать или делать бумажные цветы. Но Нину это как-то не увлекало. Даже рисование, которое она раньше любила, Нина забросила. Родственники пытались чем-то увлечь девочку или даже просто развеселить ее. Ее не оставляли одну. Но больше всех помог папа. Он проводил много времени с Ниной и рассказывал ей то, что было интересно ему. А среди прочего инженер горного департамента Михаил Суботин интересовался астрономией и был членом Русского географического общества. У папы был домашний трехдюймовый телескоп. Нина еще в четырехлетнем возрасте, еще до болезни смотрела в него на Луну. Но сейчас заново заинтересовалась историями отца о небе и попросила папу принести ей телескоп. И так, еще болеющая, лежа в постели, она стала наблюдать звезды и планеты через открытое окно. Нина писала. Папин телескоп был моим добрым спутником и руководителем в изучении неба. В гимназию, конечно, путь для Нины теперь был закрыт. Младшие братья один за одним шли учиться, а Нина была домашним ребенком. Отец и тетя прошли с ней, правда, полный курс женской гимназии, особенно легко ей давалась математика. Нина сама придумала свой собственный жестовый язык. И на этом языке с ней говорили родственники, а с остальными она говорила письменно. Вообще, если посмотреть на семейные фотографии субботиных, то Нина на них всегда выделяется. Тонко сжатые губы, у нее большие глаза, как будто даже такие подведенные тенями. Вообще выглядит, честно говоря, немножко крипово. Она выглядит, как персонаж страны мертвых, реально, из мультфильма какого-то. Знаете, вот эти мультфильмы «Тайна Кокоа», что-то такое. В общем, девочка, которая выжила. И вот в 15 лет она впервые побывала в настоящей обсерватории, на Пресне, которая принадлежала Московскому университету. И, кажется, вот после этого уже точно решила посвятить себя астрономии. Она вооружилась астрономическим календарем и стала систематически наблюдать за солнечными пятнами. В 1895 году, когда Нине исполнилось 18 лет, отец получил новую работу. Он стал техническим директором нижегородских сормовских заводов. Это вообще-то довольно круто. Эти заводы – это одно из самых технологически развитых предприятий. Там строят пароходы и паровозы своей собственной разработки. Ну, то есть буквально самое продвинутое, что только есть в это время. Субботин, кстати, электрифицировал Сормовский завод. Ну, то есть он был реально крутой инженер-новатор. Но жили они ни в Нижнем, ни в Сормове. Правление заводов располагалось в Петербурге. И Субботины переехали в столицу. Почти сразу, как Субботины освоились на новом месте, Нина поехала в Пулковскую обсерваторию. Ну, то есть в главную обсерваторию страны, самую богато оснащенную. Ее приняли ласково. Она рассказала о своих наблюдениях. Ну, то есть как рассказала? Она написала об этом на бумаге. Показала свои рисунки пятен солнечных. И вот петербургские знакомые после этого посоветовали Нине написать Камилю Фламариону. А Камиль Фламарион – это самый знаменитый тогда популяризатор астрономии. Его книги издавались огромными тиражами по всему миру. Он был основателем французского астрономического общества и научно-популярного журнала «Астрономия». Ну, то есть «Звезда». И Фламариона не смутил юный возраст и пол Нины. И он предложил ей продолжить изучение солнечных пятен, систематически зарисовывать их и присылать результаты для его журнала. И тогда Нина купила уже первый серьезный инструмент для наблюдений – трехдюймовый рефрактор Рейнфельда. А папа еще организовал дочери домашнюю обсерваторию в Собольках. Ну, то есть в их усадьбе. На самом деле она работала уже как дача для них. Отец с Ниной спроектировали небольшой павильон с поворотной крышей и с двумя люками, и в него установили рефрактор. И Нина стала наблюдать здесь за солнечными пятнами и отправлять результаты своего наблюдения во Францию. И, кстати, вот наблюдение за солнцем она будет проводить систематически много лет, и в результате посадит себе глаза. Я напомню еще раз. Нина полностью глухая. Общается через написанный текст и передвигается на костылях только. Семье Суботину и конкретно папе, конечно, просто невероятный респект, сколько он вложил для того, чтобы дочка нашла себя. Ну, просто представьте себе, сколько сейчас есть семей, которые так сильно вкладываются в детей, так ими заняты. Детей, кстати, шестеро. Ну, то есть, конечно, да, у Суботинах много денег, они образованы, у них есть слуги. Это все нельзя не учитывать, но все равно, да, типа папа строит с дочерью обсерваторию. Таких пап в то время было маловато. И сейчас немного. В общем, в 1899 году имя Нины Суботиной уже впервые появилось на страницах научной прессы. В журнале Бельгийского астрономического общества отмечали ее наблюдение созвездий, а в журнале Французского общества наблюдение за Солнцем. И еще в том же году, в 99-м, она была принята в оба общества членом. И во французское, и в бельгийское. Это в те времена, когда женщин не то что в научные сообщества с трудом принимали. Им высшее образование-то было сложно получить. Нина, пока живет в Питере, знакомится со многими молодыми астрономами Пулковской обсерватории, становится еще членом русского астрономического общества и ведет супероживленную переписку. Ну, для нее переписка – это практически основной инструмент социального взаимодействия. Благодаря этой переписке, кстати, мы многое знаем про Нину. Нина собирает приличный набор инструментов в своей обсерватории, вот в этой, в Собольках. Она, несмотря на костыли, ведет очень активную жизнь. Например, Дмитрий Иванович Менделеев, знаменитый химик, знакомый отца, конечно же. Менделеев разрешает Нине работать в обсерватории главной палаты мировесов. Она собирает хорошую научную библиотеку, но официального образования, в смысле диплома или аттестата, у нее все еще нет никакого. И спойлер – не будет. Это специальная рубрика, которую мы делаем с партнером подкаста, с платформой по выполнению заказов такси Яндекс.Про. В ней мы делимся историями о том, как развивался рынок извоза и такси до революции, и о том, как его принимали тогдашние жители. Первое настоящее такси появилось в России в 1906 году, когда в Санкт-Петербурге был зарегистрирован первый наемный автомобиль со счетчиком пути. Такие счетчики назывались таксометры, потому что считали таксу в зависимости от пройденного расстояния, а наемные машины стали называть таксомоторы или просто такси. Довольно быстро парки такси начали расти, и вот какие были первые реакции клиентов, которые впервые опробовали новый вид транспорта. Вот купец первой гильдии мамликов пишет жене. А вчерась, разлюбезная моя Анастасиюшка, добирался я в номера с приятелем моим из Яра на моторной карете за место извозчика. Жутко было ехать, не видя перед собой привычного лошадиного хвоста. Тряска, однако и приятственно, ибо восторженными взглядами обывателей да собачьим лаем были мы припровождаемы от самой ресторации. Однако предсказываю я большое будущее этой механики, потому как говорят, в Париже теперь сплошь механика, таксомоторами называемая. Как видите, в то время прокатиться на такси был показателем престижа. А вот, например, 18-летний Сергей Прокофьев пишет в дневнике, как они с друзьями после удачного концерта решили шикануть и отправиться кататься на такси. «Вы знаете, наша вечеринка делает великолепный сбор», сказала Березовская, отдавая тяжелый кошель. «А, автомобиль!» – увидела она в окно. «Вот бы нам поехать прокатиться». «Поедемте!» – подзадорил я. Мы посадили наших дам и сами уселись напротив. Это был обыкновенный таксомотор. Девочки сидели очень удобно, нам было похуже, ну, пустяки. Мы велели открыть верх, и шофер сел на козлы. «Куда ехать?» – спросил он. «На острова!» – ответил я. Девицы захлопали в ладоши. Уже в 1909 году журнал «Автомобилист» писал «Появившиеся недавно таксомоторы пользуются большим спросом у публики. Можно с уверенностью сказать, что московские таксомоторы лучше берлинских и парижских». Сегодня такси для жителей больших и маленьких городов – это норма. Нам давно привычно в пару кликов организовать свой трансфер от точки А в точку Б. Мы вместе с нашим партнером считаем, что круто, когда у тебя есть возможность зарабатывать в удобное тебе время и с подходящим графиком. И если сейчас вы ищете подходящий формат работы и у вас есть водительские права, получайте достойный доход и работайте в такси в удобное время вместе с приложением Яндекс.Про. Чтобы присоединиться, можно перейти по ссылке в описании эпизода или позвонить по номеру 1002. Проходит время, Нина взрослеет, ей 28 лет, на улице 1905 год, бушует революция, но для Нины главное не это. Главное – это долгожданное солнечное затмение. Она же много лет наблюдает за солнцем. И полное затмение в Европе можно было наблюдать в Испании. А значит, Нина едет в Испанию. Вместе с Ниной в Испанию отправилась мама, младшая сестра Ольга и подруга Нины – Валентина Соболевская, тоже астрономка. Из Москвы, откуда едет Нина, в Бургас, в Испанию, билет в спальном вагоне туда-обратно стоил 350 рублей. Ну и, понятное дело, нужно было сделать по дороге несколько пересадок. Вся компания осматривала по дороге достопримечательности в Германии, затем остановилась в Париже, где Нина встречалась лично уже с Камилем Фламарионом, и оттуда уже поехала в Бургас, куда съехалось со всего мира множество экспедиций, в частности, бельгийское общество, к миссии которого Нина и присоединилась, потому что, ну, она же была членом этого бельгийского общества. Я просто еще раз напомню, что Нина глухая и передвигается на костылях. Просто, если вы забыли. В общем, Бургас забит астрономами настолько, что не всем хватило места в городе. Например, французская делегация поселилась в соседней деревне. Все астрономы для наблюдений расположились на возвышенности, рядом с монастырем Картуха де Мерафлорес. Поле было усыпано палатками и инструментами, а холм соединили с Мадридом телеграфной линией. Испанская экспедиция, естественно, была самой оснащенной. Англичане зато привезли громадную фотокамеру с фокусным расстоянием в 18 метров. А еще к полету готовилось 4 воздушных шара. Реально просто астрономический фестиваль. Нина ходила между стоянок и знакомилась с миссиями из других стран. И больше всего всех, конечно, беспокоила погода, ну, потому что достаточно было бы облачности на 5 минут, чтобы вся подготовка пошла на смарку. Поготовились, между прочим, некоторые несколько лет. За два дня до затмения погода стояла солнечная, но за день небо затянуло тучами. Утро дня затмения было ясным. Город был заполнен туристами, на улицах продавались солнечные очки, астрономы делали последние приготовления, в воздух поднимались шары, и тут набежали облака. И момент первого контакта с Солнцем оказался скрыт от всех наблюдателей. Но вот облака разошлись, и в 11 часов 49 минут Нина видит Солнце с нарастающей на него тенью. В час дня Солнце полностью закрыла Луна. И Нина писала. Блестящий серпик растаял. Зажглись яркие протуберанцы, и вспыхнула корона. О, какая красота! Небо около нее совсем темное и сине-черное. Невдалеке ярко сверкает Венера и Процион. А горы вдали светятся, они вне зоны затмения. О, все солнце окутано светящейся белой золотистой массой. Там, где она всего ярче, у краев Луны, с западной стороны сияют и горят великолепно ярко-розовые, почти красные протуберанцы. Их там масса. Это какой-то вихрь нежного, но яркого розового пламени. 13 часов 10 минут 36,6 секунд. Что это? Неужели уже конец? О, как жалко! Из-за Луны брызнул первый солнечный луч. Еще и еще. Фиолетовое и черное пространство неба засинело, а вокруг солнца вторично вспыхнула радуга и повисли вниз блестящие равноцветные бусы, то снова начали смыкаться облака. Еще 2-3 минуты они сомкнулись, но сердце продолжало биться усиленно и дышалось глубоко. Прям поэма. Но Нина, конечно, поехала не просто для того, чтобы посмотреть на затмение. Она следила по хронометру, начал и конец. Она зарисовала солнечную корону. Она отмечала изменения температуры, движения теней по земле. Кроме всего прочего, написала еще репортаж в газету «Русь». Вернувшись в Россию, Нина решила все-таки получить высшее образование. Для нее был только один возможный путь – это поступить на высшие женские курсы. Что это такое вообще? Давайте вам обрисуем. В общем, при Александре II, при деде Николая II реформировали систему высшего образования, но тогда пускать женщин в университет все-таки не решились. Некоторое время женщинам было разрешено посещать лекции наравне с мужчинами, но без права сдавать экзамены и без права получать диплом. Ходить вольнослушательницами, так это называется. Но вскоре женщинам запретили и это. Нечего. Тогда женщины начали бодаться с Министерством народного просвещения, прося разрешить им организацию частных высших учебных заведений чисто для девушек. Правительство сопротивлялось. Ну, логика была такая. Главная задача женщины какая? Рожать, конечно. Высшее образование для этого не требуется. Именно поэтому, кстати, тетя Нина Суботиной поехала в свое время учиться в Берн. В то время учиться в Швейтарии было не то чтобы престижно, просто в другом месте учиться было нельзя. И это, кроме всего прочего, показывало политические, даже такие оппозиционные вполне взгляды. Правительство нам запрещает, а мы все равно будем учиться. Ну, в общем, глядя на всю эту ситуацию в целом, правительство подумало, что лучше уж пусть женщины учатся в России, мало ли чем их там в Европе научат. Но в университеты женщин, конечно, так и не пустили. Но для начала разрешили просто создавать частные высшие курсы, то есть где давалось высшее образование, для мужчин и женщин вместе. По сути, там программа была университетская. Преподавали там тоже университетские профессора-профеминисты. Менделеев, Сеченов, Бекетов. А после этого разрешили создавать и чисто женские высшие курсы. Самыми известными из них были курсы Гирье в Москве и Бестужевские курсы в Петербурге. Для нас сегодня это кажется каким-то бредом. Типа, а в чем вообще проблема, что женщины учатся в университете? Но в 19 веке это было просто потрясание устоев. Просто невозможно себе было представить. Какой-то разврат и блуд. Сначала они в университет пойдут, потом штаны начнут одевать. Ужас какой-то. Вам все это кажется странным, наверное. Ну, я вам просто скажу, что через 100 лет будет казаться странным, что у нас, у людей в начале 21 века, почему-то горело от феминитивов или гей-браков. Тоже через 100 лет все будут думать, а в чем вообще проблема-то была? Чего так все взбеленились? В общем, я тут, пользуюсь случаем, отправляю вас в подкаст «Невидимый город», где целый выпуск посвящен тому, как женщины в Российской империи бороли за права женщин на высшее образование. Называется он «Дамы, которые не стесняются». Ссылка будет в описании. Но, в общем, возвращаясь к Нине Суботиной, важно нам понять вот что. Конечно, в начале 20 века к курсисткам, то есть к женщинам, которые учатся на высших женских курсах, уже привыкли, но это все равно еще пока что не норма. Это показатель определенных взглядов. Прогрессивных, феминистских, достаточно оппозиционных. Само по себе это несколько вызывающе, как сейчас использовать феминитивы. Но для Нины, естественно, это просто очевидный шаг. Конечно, надо идти на курсы. Чтобы туда поступить, нужно было предъявить аттестат о среднем образовании, которого у Нины, судя по всему, не было. Она же не училась в гимназии. И поэтому она подала прошение о зачислении ее в качестве вольнослушательницы. Вольнослушательницы курсов имели право посещать все занятия, но не получали дипломов. Но Нине отказали и в этом. И Нину это, конечно, не остановило. И когда вот в 1905 году старый директор курсов ушел, она пошла на прием к министру просвещения Владимиру Глазову и попросила у него разрешение поступить на курсы. Кстати, министр просвещения Владимир Глазов был знакомым ее отца. Ох уж это московская интеллигенция, знаете. Хорошо родиться в хорошей семье, конечно. Глазов, в общем, министр, подписал прошение, и Нину приняли на курсы на физико-математический факультет. Вот как ее учебу вспоминала ее знакомая, астроном тоже Нина Штауда. Нина Михайловна Субботина приезжала на лекции с сестрой, которая на пальцах сообщала Нине Михайловне объяснение профессора, а чертежи и формулы Нина Михайловна сама списывала с доски. Кроме того, Нина в то время уже умела читать по губам, и не всегда младшая сестра помогала ей с учебой. Родители периодически нанимали ей помощницу, которая записывала лекции для Нины. Но, впрочем, астрономия на бестужевских курсах не удовлетворяла полностью Нину, и она еще подала прошение слушать курс теоретической астрономии в Петербургском университете. И после некоторой борьбы тоже она начала ходить на лекции по астрономии на физико-математический факультет. Нина окончила обучение в 1910 году. Она прошла полный курс бестужевки, но диплома не получила. В списках выпускниц ее тоже нет, потому что, да, она была вольнослушательницей. А еще во время обучения, примерно вот в это время, она нашла нового друга, о котором стоит рассказать подробнее, потому что человеком он был интересным и имел на Нину влияние. Нина начала учиться в 1905 году, а после 17 октября, когда Николай II пошел на уступки протестующим и опубликовал манифест, среди прочего, были освобождены политические заключенные. И вот один из освобожденных был легендарный революционер Николай Морозов. И он-то и стал другом Нины. Николай Морозов был из старшего поколения, из поколения ее отца, собственно говоря. Он был арестован еще при Александре II, и 20 лет, даже больше чуть-чуть, чем 20 лет, провел в одиночной камере Шлиссельбургской крепости. Вышел на свободу он почти 50-летним и быстро начал наверстывать упущенное. Он женился на 27-летней пианистке, писал стихи и занимался наукой. Особенно его интересовала история, астрономия и философия. Он вообще был очень деятельным и жизнелюбивым человеком. В политике он особенно не участвовал, в революции тоже, но зато, помимо всего прочего, вступил в масонскую ложу. А отдельно он впечатлил Нину своей теорией. Теорию он разработал в камере Шлиссельбургской тюрьмы. Ну, там у него время было. Кратко, суть такова. Он решил обратить внимание на астрономические события, которые отметил Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Да, точнее, даже не так. Он предположил, что под конями в Апокалипсисе на самом деле имеются в виду планеты, а под всадниками имеются в виду созвездия. Почему? История умалчивает, но дальше он рассчитал, в каком положении на небе находятся относительно друг друга созвездия и планеты, то есть кони и всадники. И, расположив это все на небе, он вывел датировку создания Апокалипсиса. Понимаете, да? И по его выкладкам получилось, что Апокалипсис был написан не в I веке, а в IV. Научное открытие. Ну и, соответственно, получается, что Апокалипсис написал не Иоанн Богослов, а другой Иоанн – Златоуст. Точнее, даже не так, все еще сложнее. Николай Морозов считал, что Иоанн Богослов и Иоанн Златоуст – это один и тот же человек, просто историки, все напутали и стали считать их разными. И, кстати говоря, Иисус, получается, тоже жил в IV веке, и он тоже в истории раздвоился, потому что исторический Иисус на самом деле еще и Василий Великий, архиепископ, который жил в IV веке. А дальше Николай Морозов начал анализировать еще всякие астрономические события из летописей и археологических памятников и пришел к выводу, что история человечества на самом деле короче, чем все думают. Она насчитывает максимум пару тысяч лет, просто в разных источниках одних и тех же людей называли по-разному, и теперь нам кажется, что в истории было много народу и длилась она очень долго. Ничего вам не напоминает это все? Возможно, кто-то из слушателей слышал про псевдонаучную теорию новой хронологии Носовского Фоменко, который утверждает, что вся история тотально сфальсифицирована, что Иисус и Рамзес II это один и тот же человек, что Жанна Дарк и библейская Дебора это тоже один человек, что Чингисхан и Рюрик и Юрий Долгорукий это тоже на самом деле один и тот же человек. Если вы не слышали про эту теорию, я считаю, вам повезло, но, возможно, вы слышали про безумный музей новой хронологии в Ярославле, где все это в подробностях рассказывается. Так вот, всю эту теорию начал разрабатывать именно отсидевший 20 лет в Шлиссельбургской крепости Николай Морозов. И именно он и стал близким знакомым Нины Суботиной. И Нина, увлекшись первыми самыми выкладками Морозова, решил написать книгу о созвездиях и о том, как эти созвездия воспринимали разные народы в течение своей истории, прямо начиная с вавилонских мифов. Около 1906 года Нина начала собирать материалы. Она с вдохновением писала Николаю Морозову. «Мне надо выяснить философию астрономии. Цифры для меня всегда-всегда только орудия, их одних мало мне. Я очень углубилась в эту задачу, и она увлекательна тем, что переносит в седую древность к самому зарождению науки. Я бегаю в Эрмитаж за египетскими глазами, в Академию художеств за примитивами и пойду за медалями в Академию наук. Страшно интересно». Но эта работа все-таки оказалась слишком масштабной. Помимо знаний астрономии, тут действительно требовалась большая исследовательская работа в областях, в которых Нина не была эксперткой, и спустя несколько лет она писала Морозову. «Я доходила уже до изучения соответствующих языков и так далее, но остановилась перед ужасной сложностью задачи. Ведь тут целой жизни мало проследить общую идею и выявить ее проявлению различных народов. А сколько тут интересного и захватывающего. Как жаль может быть, что только кустарь. Кустарь и кустарь во всем». Ну, Николаю Морозову в одиночной камере, видите, не помешало, что он не знал древних языков, ничего, создал свою теорию. А Нина, как видите, страдает от того, что она так и не получила официального образования, не работала официально, называя себя кустарем. Но, в общем, примерно в 1908 году Нина переключилась на более посильную задачу. Она начала писать книгу о комете Галлея, которая как раз должна была пролететь в поле видимости Земли в 1910 году. Задача эта была для Нины более посильной, потому что Нина, собственно говоря, работала вычислительницей в проекте Русского астрономического общества. И этот проект должен был предсказать точное время появления кометы Галлея. Сейчас такие расчеты делают компьютеры, а тогда требовался труд многих вычислителей и вычислительниц. Собственно говоря, слово «компьютер», то есть «вычислитель» с английского, появилось именно потому, что первые компьютеры взяли на себя труд таких людей, вычислителей. А для работы над своей книгой Нина закопалась в публикациях и дошла даже до китайских хроник в английском переводе. Набрав огромную кучу материала, она старалась привлечь своих знакомых к соавторству, в первую очередь Николая Морозова, конечно. Она, кажется, пугалась большой литературной задачей, но в конце концов взяла себя в руки и издала готовую книгу в апреле 1910 года. К сожалению, Нина сорвала дедлайн по сдаче книги. Издательство успело расторгнуть договор, но Нина напечатала книгу за свой счет, так что в магазинах книжка появилась прямо перед самым появлением кометы. Очень удачно. За эту книгу она получила премию Русского астрономического общества, а в журнале общества появилась рецензия на книгу вот такими словами. Автор книжки, госпожа Субботина, давно уже занимающаяся астрономией, как ревностная любительница, поставила себе задачей, возможно, полной, но вместе с тем популярна и по хорошим источникам проследить историю кометы Галлея, оттянив и подчеркнув по возможности как раз то, что нужно. То есть, чем именно знаменита комета Галлея в научном отношении и чему она научила человечество. Видите, тут Нину считают любительницей, но ревностной. Типа любительница плюс-плюс. Не знаю, расстроило ли Нину то, что ее все-таки называли любительницей. В конце концов, она сама себя называла в сердцах кустарем. Но вообще я хотел рассказать о другом, а именно о причине, по которой Нина сорвала сроки сдачи книги. Дело в том, что в 1909 году, то есть за полгода до публикации в возрасте 59 лет умер отец Нины, Михаил Глебович. И это, как вы догадываетесь, сильно Нину подкосило, потому что отец был для нее не просто проводником в мир астрономии, он был ее другом, он всегда во всем ее поддерживал. Близкая подруга Субботиных Ольга Фетченко писала вот что своему сыну в письме. Ужасно жаль Субботиных, Нину в особенности. Трудно им будет после беззаботной, роскошной жизни жить своим трудом. Разве что Сормов, ну в смысле Сормовский завод, даст пенсию. Как бы не пришлось им продавать собольки, капитала у них ведь почти нет. Собольки, я напомню, это то самое имение, в котором папа построил Нине обсерваторию. Денежный вопрос встал всерьез. Нина рассчитывать на эти работы не могла. Она женщина, в первую очередь. Плюс у нее есть инвалидность. Окей, да, она эксперт все-таки, но найти работу она не смогла бы. Она могла рассчитывать разве что на разовые работы. Вот, например, математические вычисления появления кометы. По смерти отца все имущество в Субботинах описали. Общая сумма наследства составила приблизительно 180 тысяч рублей. Это довольно много, но больше из них стоил дом в Москве. 160 тысяч. И собольки Субботина все-таки не продали. Сыновья уже почти все работали. И в итоге Субботины просто решили перебраться на другую квартиру в Москве. Так что спустя год после смерти отца Нина даже издала книгу за свой счет вот ту самую про комету. В это время Николай Морозов, вот этот вот друг, отсидевший 20 лет в одиночке, привлек Нину к деятельности русского общества любителей мироведения. А сам Морозов в этом обществе стал в 10-м году как раз председателем. Это было такое своеобразное научное общество, созданное для совместных наблюдений и популяризации науки. В первую очередь астрономии и геофизики. Они издавали действительно хорошие материалы, организовали наблюдения и встречи, у них был доступ даже к обсерватории Тенишевского училища в Петербурге. Но кроме всего прочего, тут читались лекции, например, «Когда возникла Каббала» или «Астральная основа христианского эзотеризма первых веков». Отдельный интерес общества проявляло к разным мифам и священным книгам, в которых были отмечены разные астрономические события». Поймите тут меня правильно, это начало 20-го века. Люди пытаются с научной точки зрения объяснить всякие потусторонние явления, и в целом это вполне может быть наукой. В большей своей части это общество мироведения занималось вполне проектическими и научными вещами, всё окей, но просто был у них такой флёр и интерес к разным мировым загадкам. И там вот в обществе мироведения Нина сделала свой первый в жизни доклад, посвящённый психологии астрономических наблюдений. Представьте вообще, как глухому человеку не просто выступать публично. И она писала подруге вот что. Записку прочёл за меня председатель, а демонстрации и опыты проделала я с объяснениями, в которых участвовал и Морозов. Затем председатель благодарил от лица собрания на доске мелом, а потом публика хлопала, а мой экспансивный друг Морозов приходит в заседание публично меня расцеловал. Летом 1914 года должно было пройти новое солнечное затмение. И тут уже Нина решила не просто поехать наблюдать за ним, а организовать целую женскую экспедицию. Причём это произошло потому, что русское астрономическое общество организовало одну экспедицию в Крым, в которую женщин не допустили. Почему? Ну, не почему, просто женщины типа несерьёзно, мы едем наукой заниматься, а женщины как бы будут нас отвлекать. Не знаю, в общем, женщин не пустили. Вторая экспедиция была организована в Киев, и туда можно было поехать женщинам, но туда ехать не хотела уже Нина. Вот что она написала в письме подруге семьи. Я заявила на заседании, что еду с курсистками в Феодосию, и нам дают бесплатный провоз багажа и скидку на билеты. Вот и всё. Обо всём остальном приходится заботиться самим и повсюду просить инструменты. Зато мы будем свободны, и никто нас не будет называть бабами и относиться свысока, а труда мы не боимся. Курсистки, если что, это участницы астрономического кружка при Бестужевских курсах. И вместе с Ниной экспедицию эту организовывала её подруга Нина Штауда. Я её чуть раньше цитировала, это вот она рассказывала, как Нина ходила на занятия с сестрой. Нина Штауда была председательницей Бестужевского астрономического кружка, а ещё состояла тоже в русском обществе любителей мироведения. Нина Суботина, как имеющая опыт в наблюдении затмения, не просто планировала наблюдение экспедиции, она прямо написала статью руководства о том, как проводить наблюдение, что отмечать, что и как зарисовывать, к чему быть готовым во время затмения, в том числе и в психологическом плане. Две Нины, Суботина и Штауде и их третья подруга и организаторка Мария Абрамова приехали в Крым заранее. Место было выбрано для наблюдения между Судаком и Феодосией, там в деревне Атузы у знакомых Нины Суботиной был дом. За 10 дней до затмения в 9 утра разразилась гроза. Женщины сначала убрали инструменты с открытого воздуха на террасу, ну а затем вода в ручье недалеко от дома начала прибывать. К вечеру гроза превратилась в тропический ливень, били молнии, начался град, а ручей, который до этого можно было перейти по Щиколуткову, стал рекой. Он смыл несколько тополей, растущих вдоль берега, и начал подбираться к дому. Девушки сначала перенесли инструменты в дом, а потом расположили их повыше, чтобы их не захлестнуло водой на всякий случай. И сделали это вовремя, потому что вода начала захлестывать веранду. Стало понятно, что из дома надо уходить. На некоторое время дождь стал тише, вода уже стояла вровень с окнами, но девушки пошли через мутную быструю воду по бывшему винограднику и вскоре выбрались на склон холма и пришли в домик соседского помещика, который жил на горе, и у него уже в этом домике пережидал наводнение нескольких татарских семей. И Нина наравне со всеми выпуталась из этой передряги, а я напоминаю, она не могла передвигаться без костылей вообще. На следующий день вода спала, и девушки вернулись в дом, дом, к счастью, уцелел, его не смыло, и вода не добралась до инструментов, так что они оказались вполне невредимы. Но вся округа сильно пострадала. Было затоплено множество домов, только чудом никто не погиб, а еще на следующий день девушки узнали, что в день наводнения в России была объявлена мобилизация. Еще через три дня Германия объявила войну России, и началась Первая мировая война. В итоге та самая мужская экспедиция была свернута, даже не начавшись. Мужчины поспешили домой. Киевская экспедиция тоже не удалась, потому что в день затмения там было пасмурно. А девушки в Феодосии решили остаться. И так и оказалось, что их экспедиция, слабо оснащенная, на которую особо никто не рассчитывал, собрала больше всех данных. Минутная пауза на рубрику «Чтобы послушать». Я уже вам как-то рекомендовал один подкаст нашей студии «Никакого правильно», и вот рекомендую снова. Сегодня как раз подходящий для этого выпуск героини у нас ОГОГО, а ведущие «Никакого правильно» Маши и Ксукса тоже ОГОГО, и говорят весело и со вниманием на очень разные, часто сложные темы про права женщин, конечно же, про ментальное здоровье и родительство, про дестигматизацию всего на свете. У них как раз недавно начался новый пятый сезон, и первый выпуск этого сезона посвящен советам. В нем, среди прочего, совершенно драгоценная подборка советов на все случаи жизни от слушательниц подкаста. И все советы прошенные, замечаю отдельно я. Ссылка на «Никакого правильно» вас ждет в описании выпуска. Во время войны в Собольках был организован лазарет для раненых. Кстати, его организовал Земский союз, про который рассказывал в позапрошлом выпуске. Времени для наблюдений оставалось не так много, и Нина Суботин описала другу в Пулковскую обсерваторию. Спокойно ли работается в Пулковой, или война мешает и тем, кто живет в таинственном мире чистой науки творческих дум? Скорее бы она кончилась, и люди вернулись к звездам во всех областях своей деятельности. Мама опять начала подумывать о продаже имения, но дальше раздумий дело не дошло. Братья, призванные в армию, не были, жизнь текла своим чередом. Революцию Нина, конечно, встретила с восторгом. Вот она писала Николаю Морозову. Но спустя еще год ситуация стала не такой уж радужной. Большевики конфисковали собольки, и Нина осталась без своей обсерватории, которую ей когда-то построил отец, и даже без инструментов, потому что даже бинокль у Нины забрали. Нина пыталась отстоять свою обсерваторию, передать ее государству, сделать филиалом, какого-то института. Она пыталась доказать, что сама она ученая, но никаких бумаг у нее об этом не было. У нее даже не было диплома. В конце концов, субботины переехали в Нижний Новгород, где их еще помнили благодаря отцу. И тут Нина организовала астрономический кружок, и со временем даже стал получать небольшую зарплату. Она писала Морозову. В Нижнем, где мы провели всю зиму, я соорудила картонный телескоп из привезенного мной объектива и окуляра, и наблюдала всю зиму звезды. Это так удивительно хорошо. И никакими декретами большевики звезды не достанут. Всегда они будут такими же ясными, свободными и чистыми от всякого захвата. О дальнейшей ее жизни нам известно совсем немного. В общем-то, о ее жизни мы знаем столько подробностей, потому что Нина, будучи глухой, все время вела активную переписку, и эти письма сохранились. Но вот после революции писем ее стало совсем немного, потому что письма стало писать опасно. Один из братьев пропал во время гражданской, второй погиб в 24-м году во время несчастного случая, третий был на юге, на территории белых, но он вернулся, а многие друзья и знакомые Нины и вообще всей семьи Суботиных эмигрировали. Русское общество любителей мироведения поначалу продолжало существовать, тем более, что бессменный председатель и друг Нины Николай Морозов был как заслуженный революционер у новой власти на хорошем счету, но в 31-м году ОГПУ открыло дело против общества о контрреволюционной группировке, им припомнили и мистицизм, и либеральные взгляды. Были репрессированы многие члены общества, включая подругу Нины Суботиной, Нину Штауда, с которой они когда-то ездили наблюдать за затмением в Крым. Нина Штауда выжила в лагерях, прошла после отсидки психиатрическую клинику и постриглась в монахини в конце жизни. Сам Николай Морозов репрессирован не был. В обвинительном заключении по делу вот этого общества мироведения говорилось, что глава общества Морозов был не в курсе контрреволюционной деятельности общества и что вот он, уважаемый человек, революционер, просто служил для предателей Родины, которые собрались в обществе ширмой для осуществления их антинародной деятельности. В общем, ни Морозов, ни Нина не пострадали, но у многих друзья были арестованы. Морозов, кстати, не просто не пострадал, он стал академиком. После революции назначили директором естественно-научного института Лесгофта. Ну, он же ученый, да? А в 1929 году Морозова сделали академиком. Не за вклад в науку, а скорее в качестве такого знака почтения за революционную деятельность. Надо сказать, что того, что Морозова назначили академиком, сильно пригорело у серьезных ученых. Проблема была даже не в том, что Морозов был самоучкой, а в том, что его теории были антинаучными. Зато наследники Морозов, вот эти самые Носовский-Фоменко, которые сейчас продолжают продвигать свои безумные идеи о фальсификации истории. В общем, Носовский-Фоменко такие говорят, слушайте, ну, основатель нашей теории, Морозов, он вообще-то академик советский, большой ученый. Ученый. Нет, он не ученый. В общем, Морозов умер своей смертью в 1946 году в своем собственном имении Борг. До революции имение принадлежало его семье. Морозов был дворянином, да, новая власть родовое имение Морозовых оставила академику в качестве дачи. Нина Суботина умерла 2 ноября 1961 года в Ленинградском доме престарелых ученых, где жила последние 15 лет. Все ее братья и сестры к этому моменту умерли, хотя она была старше. Она продолжала заниматься научной деятельностью, она участвовала в наблюдениях над очередными затмениями, она писала статьи, и по письмам ее кажется, что она не теряла своей всегдашней восторженности, но денег ей не хватало. И сотрудница обсерватории Пулкова, которая знала Нину Михайловну последние годы ее жизни, вспоминала, что Нина была очень одинокой и очень больной женщиной. Я хотел бы отдельно поблагодарить Ольгу Валькову, которая написала книгу о жизни Нины Субботиной. Этой книгой я много пользовался при создании выпуска. Книга называется «Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной». Ссылка на нее будет в описании выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мною готовили редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Ксюша Обросимова, звук Семен Аксенов, взаимодействуя с партнерами Арина Левицкая и Анна Орландцева. Меня зовут Андрей Аксенов. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова